Крещение по десантному, чтобы окунуться в святую воду и соблюсти традиции, украинские десантники провели под Горловкой целую спецоперацию. Подробности расскажет Ирина Баглай. На линии огня, в нескольких километрах от позиции боевиков, десантники провели настоящую спецоперацию, вырубили прорубь на водохреща. Трое из мальчиков уже когда стемнело вышли к озеру. Самое тяжелое было вырубить крест на ощупь, ведь малейший отблеск света и боевики открыли в огонь. Самое главное, чтобы не услышали звук бензопилы. Один смотрит, чтобы вспышки никакой не было, звуки прислушиваются. Второй, там, чертеж, третий бензопила. Утром к проруби тоже не больше двух. Для всех это первое купание на крещение в зоне АТО, а для Руслана первое в жизни. В 2014 году было намного страшнее. Первый раз, да, на всю страну, почему бы не попробовать. Ледяная вода им не страшна, десантная служба закаляет, а те, кто прошел Донецкий аэропорт, знают, каким лютым может быть холод. Жутко замерзли в терминале. Тогда было минус 30, это был как раз конец ноября, начало декабря месяца. Там действительно было холодно. Маленькая буржуйка, возле которой вот так вот сидишь, ты обогреваешься, тебе тепло, отодвигаешься буквально на 30 сантиметров назад, ты уже чувствуешь, как у тебя начинает обмерзать лицо, руки. В рядах голубых беретов и девушки. На вид хрупкая, сильная духом Алена в ВДВ уже 8 лет. И как у настоящего бойца, у нее всегда под рукой тревожный рюкзак. В нем все необходимое, в том числе купальник. Вот есть все, полотенце, ну и конечно же обязательно черняшка. Он у меня стоит всегда собран, тревожный рюкзачок, то есть в любой момент я могу его взять с собой. У меня есть там все, от тапочек и заканчивая резинкой для волос. После купания горячая уха и на передовую. Тишина под горловкой обманчива. Несколько дней назад наемники на линии соприкосновения задействовали и танки, и минометы. Они работают из-за посадки, и насколько мы знаем, два танка их не стояло. Ждали, они думали, что есть у нас танк. На живца выманивали. Они ловили, выманивали и били со всех стволов. Последний вражеский обстрел длился более трех часов. Горизонт от вспышек орудий боевиков, говорят украинские десантники, полыхал. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей, Занецкая область. Подробности, телеканал Интер.